Добрый день! Покатаем две баги от Vail Toys. С одной стороны у нас бага 144.001, с другой стороны 12.40.19. Фиолетовая моделька у нас полностью стоковая, а красная модель у нас идет сзади на шипованной резине, а также утяжелена тем, что она полностью в металле. Давайте покатаем! Место для дрифта. Воу, на дыбы, на дыбах вообще летит. Передние колеса тоже чуть больше, чем родные. То есть у нас получается впереди стоят сейчас задние колеса, а они более широкие. То есть выворот у нас стал хуже. Но зато устойчивость лучше. Летит. Катаем на 2С, на базовых аккумуляторах. Вот здесь колесики базовые. Она управляется чуть лучше. Но зато ее больше вводит. То есть поворот, то есть прям чувствуется, что прям чуть-чуть правее, чуть левее. Вот сейчас по кругу едем. Ее заносит прям просто. С одной стороны прикольно. Можно... Ну здесь прям лед. То есть видите, здесь прям лед. Не тестировал эту машинку вообще в зимний период. Тоже интересно, как будет ехать. Конечно, хороший зацеп и управляемость это вот ее. По такой поверхности надо, конечно, прям стараться. Ну да, кто интересненько. Мощей хватает, прям едет супер. Вот с боком. Выжимаю просто максимум справа. И она просто едет по кругу. Но газ не полностью выжимаю, потому что если выжить полностью, ее начинает сразу уносить. По сугробу, по сугробу, по сугробу. И вылезла. Ну-ка, а он как интересно, у нас вот это по сугробу поедет вообще? Не поедет. Попуточка номер два. Попробуем ввезить вот здесь. Давай, давай, давай. Ну, почти получилось. Зарочек. Давай, давай, давай. Ну, отлично. По сугробам тоже едет. И прыгает. Не знаю, вот есть еще мысль вот эти баги попрыгать где-нибудь на трамплинчиках. Но, наверное, я сейчас зимой и не буду. Потеплеет когда. Так иначе, баги у нас предназначены для того, чтобы ездить по хорошей поверхности, с хорошим зацепом. Это управляемая модель. Наверное, трамплинчики все равно не для них. Но, возможно, будет интересно также. Блин, вот прям гололед постоянно разворачивает. Видите? Чуть сильнее газку. То есть, моделька на шипах, она все равно цепляется лучше. То есть, легче управлять. Ну, и плюс там веса добавилось. Это и надо сложнее. То есть, здесь я не то, что в половину, в треть, наверное, газ зажму. И то. Вот сейчас полный газ. Ну, а нас качет вообще. Теперь по бездорожью. Танк, танк, мини-танк. Реально, вот классная машинка. Здесь полный газ, плюс приходится сжать. Ах, зря остановился. Нажимаем полный газ, и тогда едет. Главное, не останавливаться. Ну, и не переворачиваться. Ну, и не переворачиваться. Придел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Коротенько, я видел короткие выводы. Фиолетовая машинка по управлению значительно лучше. Маленькие передние колеса лучше поворачивают. У красной модели 144-й, конечно, она тяжелее чувствуется, что она прям сильнее едет по прямой. Чуть легче в повороту, вот такие затяжные заходить, чтобы ее не разворачивать. Но при этом чувствуется, что не хватает управляемости в данной модельке. То есть, скорее всего, 144-й надо передние колеса вот эти снимать, может быть, родные. Лабы не поставить. И чуть-чуть получше. А может быть, даже шипы снять, поскольку она и так вот разненена у нас полностью металлической подвеской. Все-таки машинки предназначены больше не для проходимости, а для управляемости. Поэтому вот это шипы, ну, прикольно, но чисто один раз, потом два раза покататься, попробовать, потом снять их и потом уже просто катать в удовольствие. Именно управлять машинами. Надеюсь, сегодня небольшое, но интересное получилось видео, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. В принципе, все. Всем пока. До следующего видео.